Добрый день, дорогие друзья! Перед вами журнал, европейский журнал, с выставки деревянных игрушек для детей. Вот на этой странице изображены электроплита, 4 конфорки, обратите внимание, именно 4 конфорки. Сейчас я объясню почему. Это стиральная машина, это мойка. Дело в том, что 15 лет назад я участвовал, принимал активное участие в изготовлении вот этих игрушек. Дело в том, что вот эти конфорки, дверки, это правда не мы делали, это другая компания, приходилось после токарной обработки шлифовать, не просто шлифовать, а снимать фаску. Иначе они не принимали, заказчик не принимал. Значит, в связи с этим, приходилось руками шлифовать по 2500 конфорок наждачной бумагой. У женщин руки были буквально в крови от наждачки, и они отказывались от этой работы. Поэтому пришлось придумать приспособление, которое я вам сейчас покажу. Не совсем то приспособление, которое я когда-то делал, но подобное. Смысл такой, что не нужно было руками шлифовать, а можно было механизировать этот процесс. Вот это фотографии, одна и вторая. На верхней фотографии изображены те игрушки, которые мы делали. Комфорки, плюс вот эта круглая дверка от стиральной машины, и плюс внутри находится штапик. Штапик не обычный, не прямой, а естественно кольцом. Потому что стекло было, оргстекло врезалось кольцом, и его нужно было закрепить в этой дверке. Так вот, все эти круглые детали пришлось шлифовать. Сначала руками шлифовали, а потом сделал я приспособление, на котором мы это все шлифовали. Вот это приспособление. Двигатель. Внутри хоккейной шайбы. Маленький столик, кладется сюда заготовка, и между тремя точками она зажимается. Двигатель не останавливаясь, вращался. Заготовки можно было менять, не останавливая двигатель. Это большой плюс в том плане, что есть большая экономия времени. Мало того, со временем я усовершенствовал этот аппарат, и он у меня шлифовал фанеру от 4 до 12 мм. Ручей шкива увеличивался и поднимался, и опускался вверх и вниз. Я сегодня приготовил вам аналогичный аппарат на базе сверлельного станка. Сейчас я вам покажу, как он работает. Вот я хотел рассказать про это приспособление. Приспособление сделано на скорую руку. На качество не обращайте внимания. Мне важно показать идею. Так вот, это маленький столик. Он крепится на 2 мм ниже, чем находится заготовка в рабочем состоянии. На базе вот этого уголка, здесь два длинных паза, находятся вот эти шкифчики. Они вращаются, внутри маленькие подшипники. Кладем заготовку сюда. Только хочу объяснить. Маленькая деталь такая. В том приспособлении у меня двигатель отводился ногой. На педаль нажимаешь, и двигатель уходил. Он был подпружиненный. И когда заготовку клали, педаль отпускаешь, и двигатель прижимал, мягко прижимал к этим двум точкам, к двум подшипникам. В данном случае у меня наоборот не двигатель, а я двигаю заготовку. Поэтому она назад у нас не отходит. В том случае заготовку достаточно было нажать пальчиком посередине, отпустить педаль, она оставалась на столе. Здесь приходится нажимать, отводить заготовку руками. Но это не принципиально, потому что важно показать идею. Значит, я зажал тут вот эту направляющую, кусок ДСП между четырьмя роликами. Сверху тоже ролик прижимает, чтобы она не ускакивает. Ну, давайте посмотрим, как она работает. Кладем заготовочку сюда, включаем двигатель. Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы вставить кольцо, нужно отжать гаечки, две гайки, и раздвинуть вот эти две опоры. Сейчас я возьму ключ, мы это сделаем, и прошлифую его внутри и снаружи. Дело в том, что пространство у меня ограничено, тут уже дальше некуда, стол короткий. Поэтому я сейчас сразу вставляю сюда и включаю станок. Продолжение следует... Продолжение следует... Если кому-то эта идея пригодится, я буду очень рад. На этом я заканчиваю. До свидания, до скорой встречи. Продолжение следует...